Сейчас у нас утро-вечер службы, службы долгие, и особенность Великопостного богослужения творится много поклонов и поясных, и земных, вот, поэтому, когда я посещал вот фуру, мне показывали, как делаются буддийские метания такие, ну вот, мечтоподобные, собственно, и православном богослужебном обиходе, и, естественно, что, к сожалению, в обычной жизни Великого Поста так часто не делаешь земных поклонов, поэтому вот сейчас уже мышцы ног напряжены и уже чувствуют усталость, вот, так что эти вот первые дни, они такие у нас всегда памятные, людей много бывает, заслуженно, трогательно, вот, прощенное воскресенье всегда проходит на подъеме, по большому помилителю, людей со слезами. Да, сейчас хорошие такие дни, праздники троечки, и сегодня пост начался, будем поослуждать. Будем ждать. Тема, наверное, все и хорошо, что рано или поздно все кончается, и наступает облегчение, и праздник приходит. Это не вся жизнь, собственно. Я, Алексей Городович, хочу поблагодарить за Ваше приветствие по случаю проведения конференции, а приветствие главы, оно ведь воплощается и в конкретных делах, и мы чувствовали Вашу поддержку, и у нас все прошло очень замечательно, организация, само мероприятие была на высоте. Тема, которую подняли, она оказалась, ну знаете, для нас естественной, потому что мы сопряжены с темой хазарской миссии равна апостолами Ефодии и Кирилла. И оказалось, что для подавляющего большинства, в общем-то, из духовенства, я уж не говорю про простых верующих, вот как-то вот связка такая, знаете, мысленная, что Кирилл и Ефодий, они не только где-то там далеко в Западной Европе проповедовали, что вот они сложили свою азбуку для славян, вот там где-то в Болгарии, да, а что вот, они здесь у нас были, что они полтора года жили в Крыму, готовясь к ответственной миссии, чтобы им предстать двор, так сказать, предоочерк мощного тогда государства правителя Кагана. Ведь Крым на тот момент, в середине IX века, большей частью принадлежал хазарскому Каганату. То есть они находились в Херсонесе, в нынешнем Севастополе. Но дальше территории Крыма, это был уже хазарский Каганат, и можно представить себе, как вот люди чувствовали такую ответственность, если они, прибыв из Византии, полтора года постигали язык иудейский, да, иврит, чтобы им можно было аргументировать свою позицию, ведь их же пригласили на такое состязание богословское. Да, очень интересно. И сейчас это воспринимается очень так, это своевременно, да? Вы знаете, принимается это еще потому, что мы напоминаем, что это было у нас на юге России, а то, что непосредственно связано с Калмыкией, потому что нынешняя территория Калмыкии была частью непосредственного владения земельного правящего дома хазарского Каганата, дома Ашинов. То есть хазарский Каганат, он был очень огромен по территории. Киев туда входил даже. Племена, жившие по Оке, до Нижнего Новгорода платили дань хазарскому Каганату. Но сердцевины, собственно, вот что принадлежало именно роду, то были земли и других феодалов, которые вошли в этот союз феодальный по голове с сюзереном, с господином, с своим Каганом. Но Калмыкия – это было личное владение дома Ашин. Территория. Череземля. Да. Тогда-то здесь не было. Да. Очень интересно. И...